Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Комиссия фонда содействия и реформирования ЖКХ провела мониторинг выполнения программы капремонта в разных регионах нашей страны В целом по стране 77% составила собираемость по взносам В Архангельской области 60% собственников жилья платят за капитальный ремонт Из этих цифр следует, что мы такие уверенные середнячки или цифры некорректные, у вас есть другие данные? О чем они вообще нам говорят сегодня? Мы на сегодняшний момент действительно уверенные середнячки Но наша позиция в части повышения сборов взносов на капитальный ремонт У нас каждый месяц идет на подъем То есть если бы первоначальные взносы у нас были достаточно скромными То сейчас мы видим, что каждый месяц у нас идет повышение Действительно, правда, в декабре был определенный спад, связанный с тем, что это предпраздничный месяц Сейчас мы, допустим, по итогам за уже январь месяц мы достигли, выровнялись с теми показателями, которые у нас были в ноябре Я уверен, что дальше мы идем только на одно повышение Но 65%, которые мы сейчас имеем в сборе взносов на капитальный ремонт, это как раз касаемо так называемого общего котла То есть те денежные средства, которые собственник уплачивает фонд, которым распоряжается региональный оператор Если здесь мы возьмем еще в зачет сбор денежных средств в отношении специальных счетов То мы здесь получим несколько картин, чуть побольше Как раз мы, наверное, в целом выровняемся именно по общероссийским показателям Но у нас соотношение какое? Спецсчетов больше, чем тех, кто в общий котел складывает? По количеству домов, конечно, спецсчетов гораздо меньше Но все-таки дисциплина оплаты взносов на капитальный ремонт по спецсчетам, она выше, чем на сегодняшний момент, по крайней мере, чем по общему котлу Но злостных должников сегодня в этой части нет То есть ни за кем охоту в виде штрафа в пении и санкции не ведете? На сегодняшний момент в виде штрафа в пении нет Мы все-таки настроены на то, что мы стараемся повредить разъяснительную работу Выезжаем в районы области, в том числе в другие города нашей Шангольской области Чтобы донести до собственников ту информацию о том, что сбор взносов на капитальный ремонт является обязательным платежем для всех собственников помещений Однако, конечно, на сегодняшний момент мы уже начали использовать механизм понуждения В первую очередь, касается юридических лиц, это механизм по судам То есть на сегодняшний момент оригинальный оператор уже в отношении общего котла пошел в судебные органы, в судебные инстанции И мы имеем уже положительное решение, о чем, конечно, мы эту всю информацию публикуем на нашем интернет-сайте Кому интересно, можно будет там посмотреть А вот сколько в минувшем году у нас, скажем так, счастливчиков, тех, у кого дома уже отремонтированы были согласно программе? В 2015 году мы смогли завершить полностью капитально отремонтировать по согласно планам 117 многоквартирных домов По еще 50 домам он был начат А в целом, если говорить по видам ремонтных работ, у нас 431 вид по области был произведен, выполнен, принят комиссии В текущем году, конечно, у нас планы уже несколько больше Мы хотим отремонтировать у нас где-то порядка 270 многоквартирных домов Это чуть более тысячи видов ремонтных работ А всего в области, по-моему, 14 тысяч нуждаются в капитальном ремонте домов? Да, 14 тысяч, это с учетом последних изменений в региональную программу, которые были сделаны в конце прошлого года Это связано с тем, что были включены дома, по закону дома, блокированные застройки Теперь тоже являются участниками взносов на капитальный ремонт То есть они являются такими же участниками процесса жилищного полукапитального ремонта Уважаемые телезрители, напомню, что участникам нашей программы можете стать и вы Звоните по телефону 639-717 к нам сюда в прямой эфир Александр Викторович, мы продолжим И вот, кстати, вопрос, который сегодня волнует многих Почему моему дому уже 100 лет, он остро нуждается в капремонте А вот в плане стоит на 2038-2043 год То есть это безапелляционно или все-таки мы можем что-то с этим сделать? Нет, мы можем с этим делать и с этим делать нужно В первую очередь необходимо готовить документы, которые подтверждают действительное техническое состояние дома на текущий момент времени И эта информация должна быть предоставлена в органы местного самоуправления Которые ежегодно до 15 июля предоставляют эти данные в Уполномоченный исполнительный орган власти и Государственную жилищную инспекцию На основе этих данных будет производиться корректировка региональной программы То есть в первую очередь документы, которые подтверждают техническое состояние дома И с помощью этих документов мы можем, скажем так, корректировать сроки А правда ли, что вот даже несмотря на то, что дом стоит в 2038 году Вот вроде как деньги собираются и можно заранее его провести Но после ремонта все равно еще платить фонд деньги Можно провести капитальный ремонт ранее сроков предусмотренных региональной программы Это дает шанс или возможность собственникам помещений в случае такой острой необходимости Провести какой-то один вид ремонтных работ, либо два И получить зачет этих денежных средств То есть региональный оператор не будет выставлять квитанцию на ту сумму, которую они потратят на выполнение этих ремонтных работ Если дом находится на специальном счете, то здесь собственникам нет необходимости ориентироваться на региональную программу То есть ждать сроков каких-то, которые там обозначены Их задача в первую очередь принять решение о проведении капитального ремонта И как они это решение примут, они могут его реализовывать Александр Викторович, вот не так давно председатель правительства страны Дмитрий Медведев Озвучил мысль о том, что государство разрешит кредитовать капитальный ремонт Давайте послушаем, что сказал премьер На обновление внутренних систем здания будет выделяться банковский займ на льготных условиях А жильцы будут также вносить за это плату Только не копить деньги на ремонт, а гасить кредит уже за сделанные работы При такой системе часть процентов за этот кредит будет платить государство То есть частично субсидировать платеж Жильцам же будет можно быстрее делать ремонт И спокойно платить начисленные им платежи за те же самые сроки Как и ранее, без всякой спешки Итак, ну премьер отметил фактически, что при кредитовании капремонта Фонды там могут быть и не нужны Вот вы как считаете? Вообще кредитование капитального ремонта это очень правильное направление Которое действительно необходимо реализовывать Чем быстрее сможем реализовать данную ситуацию То тем быстрее мы сможем решать все вопросы Связанные с текущим состоянием Полученным состоянием некоторого нашего жилищного фонда И жилищный кодекс это предусматривает еще изначально Как было принято все положения, которые новые касались капитального ремонта К сожалению, на сегодняшний момент кредитные организации В силу их законов о банковской деятельности Не готовы предоставлять собственникам А здесь идет кредитование собственников помещений Как раз для проведения капитального ремонта Если вот эта проблема сможет быть решена То вот вливание, вот эти кредитные вливания То есть они действительно помогут очень большому количеству Смогут помочь большому количеству жилищного фонда Чтобы привести как можно быстрее в хорошее техническое состояние То есть активность банков сегодня такая самая острая проблема В части финансирования капитальных ремонтов Ускорение этого процесса А вот кредиты, износы и прочие финансовые нюансы Они уже могут быть, скажем так, неинтересны пожилым пенсионерам Потому что по решению депутатов Госдумы Субъекты получили право освобождать их от обязанностей платы за капремонт И вот на ближайшей сессии областного собрания У нас депутаты рассмотрят проект закона Согласно которому пенсионерам старше 70 лет Будут компенсировать 50% суммы взноса А старше 80 лет все 100 Получается, что предыдущие это все время пенсионеры платили Вот с этими средствами что будет? Эти денежные средства, которые были оплачены этими собственниками Они остаются на этих лицевых счетах И будут продолжать накапливать фонд капитального ремонта Конкретного квартирного дома При реализации вот этих новых изменений Соответственно, вот эти взносы будут за них оплачивать уже получается государство И также будет продолжено формирование объема денежных средств То есть фонда капитального ремонта конкретного дома и конкретного помещения Александр Викторович, предлагаю ненадолго прерваться У нас есть звонок в студию в прямом эфире Здравствуйте, мы вас слушаем Добрый вечер Здравствуйте Скажите, пожалуйста, вопрос такой Деньги за капремонт мы платим на расчетный счет дома Так решила наша ЦСЖ Недавно три квартиры по стояку Мы меняли стояки, замена была Когда мы обратились к председателю, он сказал, что меняете за свой счет Вот мы поменяли за свой счет, но мне кажется, что они некие у меня есть Что по закону? Как по закону нужно было все это оформить? Деньги платим исправно, да, на расчетный счет дома Спасибо Александр Викторович, вопрос непосредственно вам, вы готовы ответить? Да, конечно Когда мы говорим о капитальном ремонте, нужно подразделять тему не только капитального, но и текущего ремонта К сожалению, есть у нас нормативное законодательство, которое у нас в Российской Федерации И здесь мы руководствуемся методическими рекомендациями, которые как раз нам дают определение, что такое капитальный ремонт, а что такое текущий ремонт Если мы говорим про ремонт инженерных систем, как прозвучало в вопросе заявителя То здесь нужно понимать, что к капитальному ремонту относится замена не менее 15% от данной инженерной системы Если объем выполненных работ составляет 15% и более, то эти выполненные работы можно отнести к капитальному ремонту Если меньше, то это уже текущий ремонт, который оплачивается в счет ежемесячных платежей, которые обеспечивают текущее содержание жилищного фонда То есть здесь, я так понимаю, речь идет о текущем работах текущего ремонта Если 300 ик в размере одного большого многоквартирного дома, то это все-таки объем текущего ремонта Александр Викторович, вот еще вопрос у нас от Михаила Юрьевича, инвалид второй группы Он интересуется, почему в 2016 году отменили льготы по взносам за капитальный ремонт? Наоборот, скажем так, как раз наше новое изгадательство, которое было принято депутатами Государственной Думы Российской Федерации В конце декабря для категории инвалидов ввело понятие льготы на капитальный ремонт И вот сейчас как раз у нас в области тоже проводится работа для того, чтобы эти положения реализовать И именно с 1 января категории инвалидов будут получать льготу по взносам на капитальный ремонт Александр Викторович, последний вопрос, есть сегодня те зрители, которые нас смотрят Не приходит им квиток за капремонт, что посоветуете делать? Кратко, буквально, основные действия Я бы посоветовал обратиться в адрес регионального оператора любым доступным способом Телефон, интернет, электронная почта, мы дадим разъяснение, как действовать в данной ситуации То есть обращаться непосредственно к вам? Непосредственно, да Александр Викторович, тема не исчерпана, до новых встреч, новых бесед и новой интересной, полезной и актуальной информации Спасибо вам большое за беседу Спасибо